здравствуйте россия войну не выигрывает население после этого насколько находится в дервном стрессе на самом деле спокойно и везде видно что абсолютно спокойная мирная жизнь отпуска лето вот-вот предстоит ехать в крым отдохнуть и в москве так абсолютно спокойная мирная жизнь по регионам да есть некоторое волнение чуть-чуть это касается тех домохозяек у кого мужья кормильцы ушли на фронт а так люди абсолютно хоть и слегка вздрагивают но прибывает состояние полного спокойствия и это регулируется телевизор нуждаются ли люди при этом хотя бы к в минимальном утешение да вот последние полгода в качестве утешения для них было сообщение о том что американцы не позволяют украине пользоваться оружием по прямому назначению вроде бы и хайбасы есть атакамсы но как только видишь врага сопредельной территории туда не имеешь права стрелять то есть сдачи ты давать можешь только согласовав и для пропаганды это был очень важно посмотрите насколько весь мир управляемым понимаем что вот оттуда из америки ведут в том числе украинских бойцов в бой то есть украина не самостоятельно нато по-прежнему воюет дистанционно и все зависит от воли америки ну как на другой части суши от воли кремля и был очень важно чисто политически договориться давайте мы все-таки разрешим давать сдачи давайте и в это самое время приходит новость о том что как только америка а заодно и практически половина европы сказала да пользуйтесь этим оружием по прямому назначению ведь врага уничтожайте его и как таковое оружие еще не поступило а результат уже есть самолет украинский впервые боевой вошел воздушное пространство россии и поразил цель белгородской области штаб американским оружием да пока никто не знает хотя уже есть заявление о том что кажется на американским а впервые да нет и до этого тоже в общем заходили воздушное пространство но как результат политических договоренностей после которых стало возможно невозможное когда воевать можно по своему разумению в полную силу то есть теперь украина воюет этим оружием по своему усмотрению и самолет позволяет себе уже поражение цели в пределах российской федерации что на самом деле недопустимо и раньше был так спокойно вот это утешение существовало о том что за граница подыгрывает россия она не позволяет украинцам одерживают победы а теперь а теперь получилось так что все изменилось до этого многострадальная была не белгородчина до этого курская область глушковский район деревня теткина выучила вся страна и практически с первых дней войны в теткина постоянно прилеты постоянное попадание то в дом то в людей там где жертвы отток населения и россия оправдывалась но это же артиллерия снаряды а против них никакого пово нет вот если бы это было что-то большое то наш пво конечно же потому что понятно что жизнь человека абсолютно любого бесценна и путин в кремле естественно дал приказ поставить его по границе чтобы ни в коем случае в теткина никто не погиб после прилетов снарядов пошли дроны теткина опять беззащитная постепенно началась белгородчина и там тоже попадание и опять-таки милочку если началась война если российская армия вошла в пределы украины то что население одно не ждет ответа она не нуждается в защите и не будет никакого пво белгородчине курской области в орловской и по факту получается что конечно же не что путина на этих людей абсолютно плевать и нет никакого пво но есть отчеты о том что сбита 5 дронов 10 дронов 20 дронов 30 дронов и вот наконец прилетел настоящий боевой самолет и когда путин говорит о том что конечно же по есть она просто не рассчитана на этот тип войны когда но обычная ствольная артиллерия или когда дрона которых поймать нечем хотя конечно коношенков их ловит пачками каждый день у него специальный сачок есть а здесь прилетела настоящая цель тот самый самолет для противодействия которому и создавалась вся российская система пво этот самолет украинский вошел в воздушное российское пространство и поразил цель причем очень серьезную потому что это был штаб то есть украинская разведка прекрасно отработала и показала куда стрелять самолет презрев пво вошел отстрелялся и безнаказанно ушел значит нет никакого пво значит никто на самом деле никакое мирное население нигде не в курской области не белгородской не варловской защищать и не планировал и вот эти скромные бомбоубежища то же самое белгородской области куда бежать и где аптечка вот собственно и все население на произвол судьбы как хотите надо вам бежать в тыл бегите в тыл хотите окапываться на огородах окапывайтесь на огородах нужно добежать до ближайшего бункера если вас конечно вахтерша пустят ну значит там и пересидите бомбежку и больше ничего и вот этот конфликт он на самом деле уже ушел на низовой уровень когда у людей претензии опять-таки не к путина губернатору это он не защитил это он не выкопал это он не открыл дверь это у него нету бубубежище а пво у кого губернатора пво у путина путин ведет войну и путин жертвует население и конечно люди нуждались в утешении им не победа была нужна потому что они прекрасно понимают что война от них и они до сих пор не осознают насколько эта война к ним уж дальше в глубине россии точно никто вот абсолютно и не прилетит хотя теперь уже дистанция досягаемости украинских вооружений дроны и самолеты удивительно совершенно авиация за тысячу километров но после того как у казани отбомбились по заводу дронов как раз беспилотников шахедов выяснилось что по большому счету для украины досягаемо вся территория россии и соответственно все население россии и сказки про пво который стоит на страже они этим самолетом разрушены и неважно он первый или десятый по счету но понятно что будет еще и понятно что не будет про и понятно что не будет для населения никаких вариантов защиты предложенных оттуда откуда началась эта война сверху на уровне губернатора у вас есть своя власть вот с ней и выстраивайте отношения нужно ли вам окапываться или нужно бежать с этой территории и украина не случайно как только сейчас политики наконец этот узел развязали продемонстрировала как именно она будет пользоваться оружием по прямому назначению ушли если она беспрепятственно заходит в воздушное пространство россии поражает военные цели и безнаказанно возвращается к себе чего не может себе позволить российская авиация в украинских пределах значит теперь когда на фронт поступит все обещанное начнется совсем серьезная и для украины не захватническая а освободительная война российское население которое считает что она вне игры за это заплатит на сегодня все до свидания и вы и вы вы Субтитры создавал DimaTorzok